Профилактическая работа, направленная на предупреждение пожаров в рамках акции «За безопасность вместе» осуществлялась с Брестским городским МЧС в тесном взаимодействии с территориальным центром социального обслуживания населения. Под пристальным вниманием были разные категории граждан. Среди них особое место занимают одиноко проживающие люди. Мария Шершницкая – пенсионерка, которая проживает одна. Готовить и справляться по хозяйству помогают сыновья, которые навещают женщину. А общее состояние в данной квартире отличное. Рядовая группа замечаний не вынесла. Отдельно отметила осведомленность хозяйки в вопросах пожарной безопасности. А Мария Шершницкая в свою очередь отметила, что такой приход сотрудников МЧС очень ей приятен. Ведь гостей она любит. Очень хорошо, что внимание уделяет. Особенно пожилому возрасту. Молодые, то еще себе обслуживают сюда-туда. Ну а меня сыновья обслуживают. Вот так. В ходе профилактических рейдов были обследованы жилые территории пожилых граждан, были даны необходимые рекомендации и проведено обучение по мерам пожарной безопасности. Проверяющие уделили особое внимание осмотру электрических сетей жилых домов. А также порекомендовали при возможности установить автономный пожарный извещатель, который при наличии самого небольшого вздымления с помощью звукового сигнала поднимет любого даже крепко спящего человека. Недавно нам позвонила Пелорусское добровольное пожарное общество, женщина-пенсионерка, сказала, у нас недавно был пожар в доме, и я поняла, что мне нужен извещатель пожарный. Так что все считают, что он не нужен, пока, собственно говоря, не случится беда. Приятный звук. Вряд ли под него можно спать, согласитесь. Когда я курю, то баночку беру в руки, железную, ну и все, и туда стряхиваю пепел, и туда же, когда, ну вот, заканчиваю курить, туда же я гашу. И смотрю, чтобы она не дымила, и нет, и все. Если человек, ну, сознательно и нормально где-то, ну, ведет себя, мне кажется, он и не нужен. Мы столько лет прожили у нас, вот этого, слава богу, никогда ничего не было. Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров. С началом осенне-зимнего периода увеличивались и риски возникновения пожаров в течение ситуации. Это обусловлено и началом эксплуатации отопительных устройств, и повышенной эксплуатации электрооборудования, да и в целом более длительным нахождением наших граждан в своих жилищах. Посещаем жилища, доводим до граждан основные аспекты безопасности, подсказываем, выявляем, подсказываем, как и безопасить свои жилища, и даже если необходимо, оказываем адресную помощь. По статистике, более 70% человек погибает именно в период с октября по март, потому что, как я уже отметил, начинают более активно эксплуатироваться отопительные устройства, повышенные нагрузки на электросети, граждане более длительный период времени находятся в своих жилищах, ну и, конечно, основной причиной таких происшествий является все же пренебрежение элементарными мерами безопасности и человеческая халатность. Главное правило, которое должен знать каждый в пожарной безопасности, мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией.